Девчонки, всем привет! Это видео на заказ и у меня здесь вопросы с инстаграмом. Это Наталья, врач-дерматолог и мой косметолог. Очень приятно. Сейчас я буду задавать ваши вопросы. Итак, первый вопрос от Екатерины Поповой. С какого возраста можно делать въекции от первых морщин? Как часто и каким лучше препаратом? Поняла. Смотрите, во-первых, нужно сначала понять, что это за морщинка. Потому что если это мимическая морщина, то здесь нам поможет бутылотоксин. То есть это если ботлок, да? Да, вот так. Или вот так у меня еще работает бутылотоксин. Или есть гусиная лапа. А у меня не работает, если что, уже. Вот, конечно, не работает. Мы скоро это исправим. Обещаю. Если у нас мимические морщинки, то нужен бутылотоксин. Если у нас морщинки от сухости, то бутылотоксин тут не поможет. нам нужны базовый уход увлажняющие или понять почему у нас сохнет кожа аж до морщин исправлять базовый уход или есть процедуры направленные на увлажнение это не обязательно инъекции это могут быть как уходовые процедуры как домашние задания так и уже конечно же инъекции мезотерапии биоревитализации есть даже заполнение поверхностных морщин филлер называется бланш тоже есть с какого возраста тут мы смотрим нет каких-то возрастных ограничений я очень люблю когда говорят вот у меня 50 ничего не делала давайте начнем вот лучше не начинать лучше предупреждать эти морщины то есть косметология она работает на профилактику морщин но не на лечение лечение конечно можно делаем но это дороже и агрессивнее поэтому для профилактики поэтому если у нас в 20 лет есть сухость то мы можем назначить правильный крем если у нас в 25 есть легкий залог от мимических морщин мы можем сделать легкий бланшинг и избавиться от этой мощи облаченки это что это поверхностное заполнение обращение и он мог его золотой билотера софт это специальный препарат который который безопасен вот для таких инъекций если у нас есть 17 летняя девушка или 18 лет и совершенно лети ночью и у нее есть лимическая морщинка допустим межбровье лично у меня есть такая пациентка и и мама привела в 18 лет коррекция морщин межбровья была она крупная она баскетболистка она вся такая сильная и межбровье у нее тоже сильное и даст 18 лет мы инъекции будут а токсин и это не есть противопоказание возраст для этого токсина изначально показания это детский церебральный паралич что и делают у деток и гипертонус мышцы и для того чтобы косточки росли ровные они кривые люди формировались суставы был придуман этот препарат и там используется дозировка намного больше флакон 2 и поэтому нет разницы возрастной есть показания если показания есть 18 мы делаем если в 20 можем делать а вот если в 50 у нас есть атоничная кожа тут я уже могу отказать можно дряблая кожа которая не имеет тонуса в 50-х он тоже бывает ранний климакс или неухоженная кожа и тут вот женщина решила срочно навести порядок на лице я хочу инъекции бутылотоксина тут я уже могу отказать надо вернуться 30 лет назад да и пользуйтесь кремом да ну хотя бы так пользуйтесь кремом и давайте базовый уход сделаем и уже будет лучше померьте вот вопрос часто задают девчонки и я в принципе раньше тоже не знала как долго держится бутылотоксина с каждым годом у нас становится более очищены и да если сравнить по длительности 10 лет назад и сейчас есть разница но есть разница в препарате и так по инструкции согласно инструкции препарат можно индицировать каждые четыре месяца потому что срок действия препарата по 3 до 4 месяцев это не связано с плохим препаратом это связано с очисткой препарата то есть препарат стал более чистый но в то же время его действие чуть-чуть сократилось но появился большой жирный плюс так не возникает привыкание то есть привыкание к бутылотоксину уже это миф я делаю раз в год в мае месяце почему потому что солнце я начинаю морщиниться и потому что раньше не знала надо делать перед летом а вот почему надо делать предел это потому что мы морщиниться из-за солнышка поэтому у нас появляется золом это я все узнала но это она обладательница норму фонетического типа то есть у нее мышцы в норме не напрягаются вот в спокое а есть гиперкинетики они даже спят с напряженным губом вот у них нету сезонности они можно сказать каждые четыре месяца для того чтобы не было заломов и морщин они приходят ко мне есть еще один нюанс когда вы мне там скажут допустим вот я каждые 4 месяца не хочу мышечный тонус он влияет не только на морщины он влияет еще и на костную информацию то есть из-за потому что морщинки на лице они одним краем крепятся к кости если она всегда тянет бывает даже деформация поэтому да это уже такие новые данные прогрессивные и поэтому тут уже пошла наука вперед и они говорят что для того чтобы не было вот этих деформаций вам нужно профилактически индицировать бутылатоксин иногда даже небольших базировках профилактика прежде всего но более это обычно это но потом лоб межбровые глаза но покажи нам не просто чтобы понять межбровная зона мы профилактируем морщины такие вертикальные горизонтальные морщины лобные мышцы гусиные лапки это когда мы смеемся и лучики счастье идут от наружного уголка глаза есть еще такие морщинки там и дело так фу а вот эта мышца называется назалис и мышца которая поднимает верхнюю губу она иногда формирует носогубную складку которую раньше все закалывали литрами гиаллоновой кислоты а иногда достаточно там шести единиц бутылатоксина для того чтобы расслабить носогубка становится менее заметно а ты мне как-то колола в кисе если уколоть контур губы она немножко выворачивается потому что у меня получается мне хочется чтобы вы были пухлые нижняя хорошая а верхняя тоже даже не сколько-то доника и она все равно как бы не пухлая а со стороны так вот кажется тогда как зайти утка то есть я хотела этого избежать до выменицировали чуть-чуть этого токсина в красный уголок и губа немножко вывернулась далее это можно есть такая мышца которая опускает уголочек так вот так можно сделать буквы вот у меня активно у меня все мышцы и газе гиберки далее подбородочная мышца женщины которые много чего терпят у них есть такая привычка поджимать вот поджимать они поджимают и терпят у них подбородок все время вот так вот ходуном ходит его тоже расслабляет это дает красивый такой длинный профиль вот прям четкий-четкий далее мы смотрим для того чтобы был четкий овал улана уже четкий физиологично генетически не знаю как еще сказать просто красивый если есть овал смотрим на меня когда мышца тянет овал вот платизма мышца шеи такая тонкая но очень сильная и в некоторых случаях она формирует эту мундожью щечку то есть девушка может быть худой но у нее будет активная мышца и она будет искривлять и а у меня такое может скажет прямо и у меня са кадром еще одно место зонами сезона где кольца венеры кольца венеры многие скажут вот они у меня появились многие скажут они мне есть что это это спайка между мышцей и кожи для того чтобы ослабить или закамуфлировать мы можем по вот этим кольцам венера пройтись мелко-мелко тоже это лотоксирование становится менее заметной а кстати мне часто ну как не часто бывает девчонки говорят о том что то я нос себе сделала пластика у меня это улыбает потом что я все заколота но как бы самое интересное я же видишь даже вот я разбудкаю лоб и как бы подкалываю губы ну по крайней мере пока так поэтому успокойтесь следующий вопрос помогает ли гиалуронка от шрамов есть научные данные где дамы и под шрам вводим филлер гиалуроновой кислоты или перитализации стимулирующим действием это не филлер полегче гиалуроновая кислота которая стимулирует свой собственный коллаген в этом шарики и он ее выталкивает просто изначально нужно сразу посмотреть на этот шрам и узнать какой он потому что шрам и посадка тоже бывают разные я просто ищу сразу шрамы где можно показать смотрите помогает когда шрам называется атрофический он такой ямочкой вот вот прям как говорят как после оспы да я видела такой вот мы называются субцизия то есть подрывание рыбца рупца самого я выкладываю туда или гиалуроновую кислоту есть научные данные по плазмотерапии постах это научная статья в которой доказано что при рыбцах просто акне помогает плазмотерапия она стимулирует выработку собственного коллагена но становится менее заметным следующий вопрос какие процедуры посоветуете для очень сухой кожи и в какое время это лучше делать опять же определяемся почему она сухая подбираем домашний уход который должен быть на протяжении всего года зима весна осень летом всегда процедуры инъекционные я всегда стараюсь делать если есть склонность к пигментации то тогда когда нет активного солнца если нет скорости пигментации и пациент четко за понимает что он будет пользоваться и свои 50 круглогодично какие для сухости это биритализация и базовый уход но вот возьмем мой пример у меня сухая кожа не супер наверное сухая нормально мне кажется не сухая вот мы делали получается процедуру где я как змея а до ретиноловый пилинг он не сушит кожу помните я же рассказывал что ретиноловый пилинг стимулирует обновление клеток теперь ты просто обновила все клетки они конечно же у тебя появились если очень сухой кожи поделать к врачу его мажор до мало того когда очень тухая кожа базовый уход я включаю ретинол но опять же в комментарии я их читала о том что зря тратим деньги идем косметологу и делаем ретинол для его можно в аптеке девочки нет это не так ретинол в аптеке это один вид ретинола у меня в космос в студии ретинол это другого вида причем как для пилинга это активный ретинол как для кривов есть тоже активный есть не активный но не активный с точки зрения того что от него не будет шелушения но будет обновление кожи технологии движутся вперед аптечные варианты это лечение острое снятие острого состояния косметолог и процедуры это ремиссии и это улучшение качества кожи и это не аптечные средства я ими пользуюсь как дерматолог их назначают дерматолог как косметолог при сухой кожи этот ретинол не подходит это как само лечение я пойду в аптеку сама куплю сама себе сделаю а потом реально бегут косметологом что мне делать было такое была девочка у меня после заказа в интернет-магазине пилинга причем пилинг был гликолем и казалось бы это поверхностный пилинг который не может навредить но не был учтен ph пилинга у нее был жуткий ожог мы лечили девочку как компустиологи скажем так это врачи которые занимаются ожогами то есть там классический ожог и это лето она будет ходить со стоять пятьдесят и не кепка и очки и данном случае это лето будет у меня направлено на восстановление что и при предупреждении при посттравматической пигментации я еще не все так просто поверьте я 13 лет в косметологии 3 и на тринадцатом году косметологии все равно посещаю семинар купили я каждый год обновляю обновляются данные по ph пилингом есть какие-то новые протоколы из новые формы перед даже тот же банальный скажем так для меня уже эти нового пилинг то я не делала он за период 13 лет менялся порядка пяти раз то есть его формула все лучше комфортнее приятнее процедуры добавляются ампула не просто со скроминовой кислотой мы уже из гиалуроновой кислотой мы не только обновляем кожу еще и увлажняем причем первый раз когда я сделала непривычно дискомфортно второй раз уже я уже по магазинам с облявшей кожей всякий как бороться с демо о боже да демодекоз или глаза за спасибо вопрос давайте начнем с того что диагноза демодекоз не существует демодекоз это такой жук который живет у нас в сами же есть у всех когда мне приносит алис трясут что вот у меня есть демодекоз понимаете лабораторная диагностика тоже должна быть там имеет значение какое-то клещ сколько этих жучков на квадратный сантиметр но не делают у нас качественно эти анализы потому что нет этого диагноза по мкб-10 это главный классификатор так сказать болезни нет этой болезни это из советских времен пришло это болезнь и все пугают ей есть розация это чувствительная кожа которая реагирует на алкоголь на солнце на стрессы на такую перченую еду на какие-то некачественные косметические средства и она проявляется такими розовыми углями прыщами кто как говорит иногда бывают такие пустулы и девочки не даже описывают что вот я бы не довела там нет там водичка вот это она называется асептическое воспаление розовцы это хронический дерматоз кожи причина которого это вегетососудистая дистония мелких скажем так поэтому лечим таким деликатным уходом никаких агрессивных процедур никаких инъекций вот прям совсем никаких и правильная диета плюс есть показали данные согласно которым некоторых обострение желудочно-кишечного тракта а именно гастрит-дуарденит можно провоцировать девушка смотри у нас ты в кадрах лезь собачек вот мы снимаем видео а ты как бы чуть-чуть помешал можешь еще чуть-чуть потерпеть пожалуйста хорошо уход при розации должен быть очень бережный деликатный никаких агрессивных умывалок никаких скрабов мы должны очень бережно очищать кожу иногда подкислять ну это зависит от тониками с кислотами очень мягкими и то не всегда опять же девочки не всегда иногда тоник с кислотой даст обострение то есть все очень индивидуально через косметолог или дерматолога все верно да далее правильные крема крема должны не должны собой содержать и делить икона вот если видите на первом втором третьем месте динитикон девочки с розация вам это не подходит он будет закрывать кожу закрывать фору будет гипоксия то есть кожа не будет дышать и сосуды будут расширяться сужаться и у нас будет опять вот это красное лицо боже сколько нюансов да нюансов много правда красное вино обычно провоцирует розация я выпила бокал вина и у меня щуки красные у меня все нормально и у меня иногда такое бывает да некачественный алкогол иногда провоцирует демотекоз розация демотекоз нету розация есть сложно но возможно завести в такую ремиссию и это не будет вам дискомфортно с этим жить вообще то есть можно можно подобрать тот кто задал этот вопрос за период карантина уже был вылечен да ну поехали дальше я рада задает вопрос белые маленькие жирнички что это я не знаю что это чего не появляется это могут быть миллиумы да у меня я к тебе всего даже а что называется их а первая причина это может быть просто строение железы такое она закупоривается просто периодические чистки и все будет хорошо вторая причина если допустим их никогда не было потом их а появились это нарушение липидного обмена то есть нигде то есть какие-то погрешности в диете было две пациентки у меня с такими прям активными большим количеством миллиум которые появились внезапно первая пациентка избавилась от молочной продукции все прошло вторая просто перестала из копчености и все прошло то есть опять же вот тут индивидуальный подход я собираю спрашиваю что вы кушаете как вы кушаете в каком количестве и это иногда помогает у меня в основном вот здесь это эти строения и вот там несколько до нашей да тут строение просто же не будут экстренно появилась в 20 лет нет следующий вопрос от китс тор чем лучше протирать лицо например после скатки скраба чтобы меньше и закрыть пор и спасибо ну во-первых расширенные поры нужно понять почему они расширены потому что они забитые севом кожным салом или у нас неправильный уход или сухая кожа до при сухой кожи тоже могут быть широкие порой почему я всегда сравниваю очень так понятно для того чтобы было девочкам с кутикулой это нашу нас короткая данного надо торчит так если увлажнить ваша ложится сразу все хорошо то же самое с порой если не увлажняем она просто сказать очень красиво набухает это кожа увлажняется и пора сужается это первая причина вторая широкие поры бывают из-за неправильно подобранного домашнего входа допустим вас очень сильная умывалка и она высушивает кожу или допустим умывалка не агрессивная она допустим никакая и она не очищает и там в поре скапливается себу и себу плохо выходит и из-за этого расширяются поры если все хорошо у нас умывалка правильная далее закрывается после скраба лицо или тоником кислотным которые сужают или салфетками протираете кислотными то есть обычно это салициловая кислота двухпроцентная для жирных для жирной кожи 1 процентная 0 5 процентные и есть разные салфетки опять же я подбираю по типу кожи если комбинированная то там есть с добавками алоэ гера то есть оно увлажняет и в то же время сужает коры есть маски для лица для сужения пор но коры должны чистые при этом ферментативные пилинги круто очень очищают поры и пора не расширяются то есть иногда это в домашнем уходе даешь пациенту разные фирмы предоставляют разные ферментативные пилинги просто если вы входите к косметологу спросите ферментативные пилинги это те пилинги которые растворяют ваше кожное сало и сальная железа закрывается в ней нет содержимого она закрывается именно сразу следом вопроса ты сказала по поводу того что есть разные умывалки есть никакие а вот как правильно подобрать умывалку вот если я например возьму на своем примере я люблю гельные основы именно гельные молочко они то вот какой для моей кожи для него типа он нормальная кожа склонна чуть-чуть в сухости мы берем гелевые умывалки не агрессивные можно даже несколько раз в неделю допустим мы как мы смываем мицеллярным лосьоном водичкой но я не люблю я спрямую гелью нет нельзя если ярко и мы смываем мейкап а дальше уже идет умывалка и если у нас есть черные помидоны то умывалка должна быть активная с кислотами если нету то есть умывалки с керамидами церамидами то есть как правильно сказать которые встраиваются в кожу и восстанавливают водный липидный баланс и тогда кожа не сохнет от умывания и даже нет желания если честно тоником протираться после этого а я вообще не люблю тоники после тоника почему-то всегда хочется умыться но опять же вода тоже у меня например со скважиной я ее не очень люблю я что-то делаю вместо тоника я просто умываю с минеральной водой так вот тоже можно она то не как существует для очищения то нет существует для восстановления паш допустим берем проблем проблемника возьмем подростков подростков у него будет салфетка с или целыми кислотой которая будет снижать вашим будет давать развиваться бактериям на лице будет тоник какой-то с ялуроновой кислотой с церамидами которые будут успокаивать и увлажнять срочно нужен тоник подберем и последний вопрос от анны старт какие процедуры делать если широкие поры чисто лица регулярная по типу кожи как часто зависит от типа кожи если у вас нормальная кожа то достаточно посещение косметолога разу если есть элементы какие-то воспалительные то тут мы подбираем индивидуальный какой-то режим иногда раз в месяц и в домашний уход я всегда даю качественное умывание умывание тоник или салфетки опять же повторюсь скраб ну скраб не каждый скраб подходит честно вам скажу потому что просто тереть кожу абразивными частичками это неправильно скраб должен в себе содержать или кислоты которые растворяют всю грязь или ферменты и тогда вот он будет помогать а не повреждать кожу и разносить эффект то есть воспалительные элементы тогда ваша пора будет очищаться лучше и стягивается опять же сужаться и обязательно увлажнение даже проблем нужно увлажнять кожу и не только снаружи кстати по поводу внутри я и волосы и с колесами смысле витаминами омегами и тому подобное вот базовый такой базовое наставление для девчонок для того чтобы наша кожа была красивая волосы то есть надо пить витамины омегу да может быть что-то как-то или это тоже надо подобрать индивидуально я всегда подбираю все индивидуально почему не бывает нас одинаковых для того чтобы узнать чего не хватает нужно сдать анализы потом далее я смотрю спрашиваю мы обсуждаем что мы кушаем что мы пьем как часто да потому что есть девочки которые не кушают целый день приходят с работы а потом наедаются да у меня была пациентка у которой были проблемы с волосами из-за питьевой воды она вреда я объявила воду вот только эту мы поменяли воду добавили минералов и витаминов в рацион и я пошли без инъекций волосы ногти все отрасло все хорошо все индивидуально мы не мы не так мы не стал одинаково каждый каждой девочкам индивидуально когда на как бы этом этапе я сделаю такую мини рекламу не заставляю данные наташи и вы сможете к ней попасть номер телефона адрес студии все оставлю внизу поэтому не забывайте что кожа это наш орган который требует внимания к себе и будьте красивыми